приветствую вас мои друзья родные близкие по духу по вибрациям души я благодарна вам за лайки за вашу обратную связь за то что вы подписываетесь это очень очень ценно видеть что то что ты делаешь кому-то откликается и как-то может помочь сегодняшний ролик решила записать потому что возникла и возникает некая путаница на просторах интернета огромное количество видео на эту тему на тему близнецовых пламен и этому феномену есть очень много разных названий и очень много классификации и очень много взглядов на то что это как это и уровней под уровней и люди менторы люди которые консультируют по-разному называют возможно одни и те же вещи возможно не одни и те же вещи версии для чего происходит вот это явление да как близнецовое пламя очень много версий для чего как почему что будет дальше к чему это ведет сподвигло видео меня это записать девушка одна в комментарии когда спросила у меня была ли у меня активация я у нее спросила что вы поднимаете под этим процессом она ответила что раз вы спрашиваете значит и не было раз и не было значит это не квантовый партнер есть некие признаки до которые выделяют есть некие этапы которые выделяют на этом пути и классифицировать и дать оценку так это или не так близнецовый партнер или не близнецовый партнер довольно таки сложно почему решила записать видео потому что испытываю некое возмущение после этого комментария ну не то чтобы возмущение просто вижу как людям надо некая точка опора вовне до ах вот нет такого-то такого-то признака значит это не те отношения значит это не тону для меня это просто некое снятие ответственности себя что да раз это не квантовый партнер значит там и работать над собой может и не надо и вообще это ну что-то не то и и не буду не хочу даже туда смотреть в общем я не знаю какая реакция может возникнуть людей сейчас меня это вообще не беспокоит название вот этому феномену я встречала разные то есть вот есть родственные отношения родные души кармические партнеры близнецовые пламена пламена квантовые отношения квантовый партнер что там есть еще отношения нового времени смотрите и все это говорит о том что возможно это есть разные виды отношений разные партнеры разные уровни а близнецовые пламена это какой-то очень редкий феномен который встречается редко объединяются редко или нередко но в общем смотрите какова суть как не назови этот тип связи даже если есть какие-то типы подтипы это нужно для удобства нашего ума этот феномен относительно новый когда сталкиваются люди у них возникает некий резонанс между собой это толкает их на ну на какие-то изменения в жизни да это как новый предмет в школе знаете так и в нашей школе жизни появился некий новый предмет я вообще не уверена что люди до конца могут понять до конца могут разложить и объяснить что же это такое для чего это мы можем руководствоваться личными ощущениями догадками опираться на разные мнения а здесь сколько людей столько и мнений потому что проживание этого опыта будет ровно столько сколько людей будут этот опыт проходить понимаете я смотрю на суть суть того что происходит в результате этой встречи что происходит внутри канал назвала именно на каждом видео у меня близнецовые пламена не для хайпа не потому что я уверена что я сейчас нахожусь именно вот в этих близнецовых трансформациях а лишь потому что те процессы которые прохожу я связывают встречи близнецову пламени и для общего удобства люди обозначили вот этот феномен близнецовое пламя и люди когда пытаются найти ответы на вопросы касательно того что же с ними происходит что они переживают почему так больно как с этим справиться что дальше они именно ссылаются на близнецовое пламя именно по этой причине я и говорю близнецовый партнер я могу назвать это как угодно я могу назвать это квантовый партнер я могу назвать это родной душой я могу назвать это отношениями но во времени по сути так даже было бы удобней но каждый ментор называет это по-своему я не консультирую людей на предмет определения вашей связи есть такие люди у которых каналы открыты и они прям предлагают вы можете записаться на консультацию и они помогут вам определить ваш тип связи это я сейчас не про то что ходить к ним не надо нет если вы чувствуете отклик вам наоборот нужно туда сходить и послушать что-то со стороны что вам может открыть это душа до вскрыть какие-то слои под слои даже если она там будет для вас права не права возможно вам нужно будет одну какую-то фразу услышать из консультации с этим человеком это будет как ступенька вы пойдете дальше я не консультирую я не могу определить ваш тип связи потому что я там не экстрасенс и я не обладаю достаточным количеством знаний да и не вижу смысла вообще углубляться в эти классификации хронологии уровни под уровни да мне достаточно своего проживания моего опыта именно этим я делюсь на своем канале и судя потому что люди приходят люди подписываются люди комментируют это людям откликается потому что я говорю только о собственном опыте это скорее больше психология это психологические эмоциональное переживание я могу только в этом с вами поговорить все касательно типа связи для меня это только от ума уму надо определенный комфорт до когда тебе вот кто-то сказал вот а так это твой близнец типа ну все понятно для чего у нас в голове уже есть какие-то понимаете новые программки новые стереотипы касательно этого феномена скажет вам кто-то что это близнецовый партнер и вы будете как-то вести себя по-другому скажет вам что это кармический партнер и вы будете как-то по-другому реагировать зачем я называю это своего партнера близнецовым я могу также назвать его и кармическим близнецовым могу назвать его квантовым партнером для меня ценность имеет лишь то что что благодаря этой встрече у меня в жизни произошёл вау, просто бум. У меня настолько раскрылось сердце, что ты любишь всех и вся. И вот это потоками, потоками энергия идёт. Иногда ты чувствуешь, что вот как-то ты подустала, и тебя снова всё раздражает. А иногда, да, вот это раскрытие, оно происходит, происходит всё глубже и глубже. У меня этого не было раньше. Вот это для меня ценно. У меня ценно, что у меня приходит новая идея, у меня лучше устанавливается связь с собой. Я чётко понимаю, на что я теперь не соглашусь. Я понимаю, где мне что-то нужно поменять. Я совершенно по-другому стала смотреть на людей, стала добрее. Это как человек на до и после. И всё это благодаря вот этой встрече. Не надо мне писать в комментариях, что это там не квантовый партнёр. Мне вообще без разницы, близнец он мой или не близнец. Ты когда идёшь в этот путь, ты настолько погружаешься в себя, разворачиваешься к себе. Ты вот эту целостность приобретаешь, что у тебя есть твоя любовь, и ты просто любишь. У тебя есть чувство к человеку. Ты растёшь в этой любви, в этих чувствах, в этих ощущениях. Ты можешь даже и не всегда сказать, что ты любишь, потому что у тебя вот настолько тяга к человеку. И просто благодать внутри, что он есть, хорошо, что он есть. Даже несмотря на то, что где-то местами какие-то трения, где-то дискомфорт, где-то больно. Ты перестаёшь жить надеждами, что когда-то что-то наладится. Высшие силы нас благословят и обязательно нас сведут. Нет, ты взрослеешь и понимаешь, что это твой путь, твоя ответственность. Тебе хорошо с собой, в жизни налаживается всё. Ты чувствуешь счастье просто от того, что ты дышишь. Ты совершенно другими глазами смотришь на небо, на мир. Ты взаимодействие с окружающим пространством, с людьми, с природой, с животными выстраиваешь изнутри, с любовью. Для меня вот эти изменения несут наиболее ценность, а не то, как называется наша связь. Мне абсолютно без разницы, как это называется. Я просто вижу, что в моей жизни переворот. Переворот в хорошем смысле. И мне нравятся эти изменения. Мне нравится этот действительно квантовый скачок в моём сознании. А как уже это назвать, этот тип связи? Мне без разницы. Понимаете, когда люди хотят получить обозначение, это от ума. Это уму нужен определённый комфорт. Для чего? Для того, чтобы сработали нейронные связи, и вы реагировали по привычке на то или иное. Ну так этот путь, он же не об этом. Чтобы повесить ярлык и действовать по какой-то задуманной схеме. А раз это близнец, значит сейчас у нас будет стадия активации, узнавания. Потом у нас будет убегающая, нагоняющая тенденция. Может быть, а может и не быть. Во-первых. Во-вторых, про признаки я немножечко рассказывала. Коснусь здесь. Не все люди чётко понимают, что конкретно с ними происходит. А для одного человека кундалини это просто взрыв мозга. Сразу энергия бьёт по всему позвоночному столбу в мозг. И прямо искры, знаете. А у кого-то это мягкое проживание. Никто не знает, когда человек будет заниматься собой духовными практиками, развитием. Как у него будет это чувствоваться через 5 лет, через 10 лет. Какие у него будут осознания и ощущения. Может быть, он знать не знает, что у него кундалини пробудилась. Он просто некую дрожь, вибрацию чувствует. Скобочка поднимается. Он думает, это какой-то озноб. Это какие-то там мурашки такие. У всех своё индивидуальное проживание. То же самое узнавание. Та же самая активация. Это может быть час. Может быть, попозже. У кого-то это сильно выражено. У кого-то ярко выражено. Человек проживает определённый опыт. Он может это списать на какие-то галлюцинации. На какой-то сон. Что-то, что он не может объяснить. Не надо вешать ярлыков. Чувствуйте. Чувствуйте. И смотрите. Со стороны наблюдайте, что с вами происходит. Это важно. Голова должна быть здравая. Эмоции. Это прекрасно. Но вы должны ваши эмоции проживать осознанно. В этом и смысл. Если мы будем бросаться то в гнев, то в радость, то в любовь. Не осознавая, что с тобой происходит, это просто называется катание на волнах. Это совершенно безответственно. А вот этот путь, путь близнецовых пламён, как его называют опять-таки, да, и отношение нового времени, он немного о другом. Он о взрослении. Об ответственности. Ты понимаешь, что с тобой происходит. Или хотя бы даже если ты не понимаешь, что с тобой происходит, но ты отдаёшь себе отчёт, что происходит что-то, чего раньше не было. И ты идёшь в это и развиваешься. Мой личный опыт, когда ты идёшь, уже достигаешь определённого какого-то уровня осознания, нет необходимости, у меня нет потребности как-то дать название этим отношениям. И у меня даже нет необходимости сейчас, чтобы мне там кто-то сказал, что будем ли мы вместе или нет. Мне не нужны гарантии, будем ли мы вместе или нет. Я иду к себе и погружаюсь, смотрю, потому что партнёр как зеркалил, так и продолжает мне зеркалить где-то моё к себе, к нему отношение, к миру. Я просто иду и учусь. И сердце раскрывается всё больше и больше, вспыхивает, да. Этого достаточно. Я на своём пути, я чувствую себя в любви, мне хорошо, мне гармонично. Если люди приходят на канал, им это отзывается, переживания происходят похожие. Ни к чему от головы сейчас придумывать что-то, давать какие-то обозначения. Это вам никаких гарантий не даст. Работаем над собой, живём, учимся жить в любви и приводим свою жизнь в гармонию. Вот что важно. Находиться каждый день в любви. А если нам нужны какие-то гарантии, нужны какие-то обозначения, что это точно близнец или не точно близнец, или как вот в комментариях писала девушка, может близнец избить другого близнеца. Но кто вам ответит на этот вопрос? Работайте над собой, вам не нужны будут никакие со стороны объяснения того, что с вами происходит, потому что все ответы в вас самих. Почему вы притянули ту или иную ситуацию? Почему это с вами случилось? Ну, наверное, буду заканчивать. Достаточно уже наговорила и так почти 15 минут. Ребят, в общем, я благодарна вам, рада, что вам откликается то, что я говорю. Пишите, если есть какие-то вопросы в комментариях. Буду рада пообщаться. Развиваемся, помогаем нашей земле, людям становиться лучше, добрее, в любви, жить в гармонии. И всем нам удачи!